Даниловцы это коллектив из 25 человек, в задачу которого входит организация волонтерских групп, их у нас 12 или даже больше, постепенно они растут, развиваются. И для нас очень важна организация стабильной регулярной работы, прежде всего с детьми, конечно же. Детям в больницах, сами понимаете, скучно, серо, однообразно, не знаю. И поэтому мы хотим скрасить их пребывание там, помочь им общаться, как-то эмоционально расслабиться, что ли, преодолеть свою болезнь. Это наша основная задача. Сейчас мы работаем в детском онкогематологическом центре. Это очень серьезное учреждение, где лежат детки с тяжелыми очень болезнями. И в этом центре есть так называемый пансионат, где дети проходят длительное лечение или проходят реабилитацию после лечения. Это может длиться несколько месяцев, для некоторых детей даже несколько лет. Ну вот представьте себе, вы из далекого города и живете в очень ограниченном пространстве несколько лет, с серьезным каким-то режимом поведения, питания и так далее. И, конечно же, хочется, чтобы к тебе кто-то пришел, тебя кто-то навестил, чтобы с тобой поиграли. Поэтому мы создали волонтерскую команду, которая организует досуг детей. Это мастер-классы, праздники, развлечения, дни рождения. Ну, все, что можно придумать, все там происходит. Расписывали елочные игрушки, делали большие поздравительные открытки мамам, букеты, экибаны. Они сами вместе разыгрывали какие-то театральные представления. То есть все, что можно представить, придумать, все это происходит. И для нас очень важно, чтобы эти встречи были всегда два раза в неделю. Детки, они же в положенное время просто приходят и сидят в лифте. И ждут, когда откроются двери, и из лифта выйдут молодые, красивые, юноши, девушки. И выйдут, неся с собой какие-то сумки с поделками или с материалами для творчества. И тогда они вместе направляются в игровую. И там, собственно, и происходит эта встреча, общение. Для нас, наверное, самое ценное, что мы можем детям дать, не столько даже сами эти встречи, вот этой добра, радости, общения, сколько вот эта регулярность, ответственность нашу за то, что встреча состоится. Что ожидания ребенка не будут обмануты. Что действительно кто-то придет. Собственно, ради этого мы этот проект и начинаем. Ну, подумайте сами, чтобы пять волонтеров два раза в неделю приходили к детям, для этого нужна группа человек 20. А за год через группу пройдет, может быть, человек 50, 60, а то и 70. Волонтер – это свободный человек. Он, даже если подписался на какой-то график, может не прийти. И поэтому для обеспечения этой регулярности и стабильности для нас это большая работа. И по рекламе, по привлечению людей, консультации, первичная подготовка людей. Это же тоже очень непростой вопрос. Как к больному ребенку пустить человека? Это же, ну давайте отстранимся от каких-то случаев нехороших, просто даже невнимательность. Человеку, может быть, какая-то операция недавно была, это значит, что нужно с ним очень бережно относиться, нужно его не задеть или еще что-то. Для этого люди должны понимать свою ответственность. И они должны четко выразить готовность, соблюдать достаточно жесткие правила, требования и так далее. И это тоже целая история. В группе есть тема распределения ролей, поддержки. Есть старшие, есть те, кто умеет, ну что-то одно, кто-то другое, кто готов отвечать за организацию праздника, а кто еще за что-то, кто будет покупать поделки. Это сложная история, и она действительно всегда должна совершаться. Поэтому мы хотим собрать эти средства, чтобы обеспечить не только саму группу материалами. Материалы порой бывают дорогостоящие, как, ну, такие, даже какие-то заготовки, да, или еще что-то. Но самое главное – обеспечить жизнь и работу этой группы стабильно именно в этой больнице. Мы свое дело знаем. И в любом случае мы придем к детям, как бы там ни было. Пусть это будет даже два человека или 20 человек. Дети нас ждут, и мы обязаны там быть. Мы очень надеемся на вашу поддержку и помощь, чтобы этот проект стал более ярким, более насыщенным. Мы уверены, что и дети вместе с нами скажут вам большое спасибо за вашу помощь и поддержку. Редактор субтитров А.Семкин